Привет, мои хорошие! Сегодня мы будем тестировать с вами новые туши Фаберлик. Расскажу вам и про другие новинки. Итак, поехали! Давайте сначала по татуировкам. Вот вчера буквально, я в Дзене уже выкладывала, делали татуировки. Вот это на запястье стерлось сразу практически. Вот где есть такой какой-то скиппетки кожи, она прям стирается моментально, то есть она не проносилась и часу. Вот это несколько часов. Потом начала тоже стираться, хотя я как бы ничем не терла. Даже пошла сегодня в душ и не стала тереть мочалку, чтобы показать вам. То есть меньше суток носятся татушки. У девчонок у меня почему-то побольше. Побольше они носятся, но я может быть чаще в воде и так далее. В общем, нет, это прям вот на денечек. На денечек, если куда-нибудь сходить, сделать вот что-нибудь красивенькое, там ее не трогать, да, она там повисит, а так нет. Так, по поводу чего еще хотела вам рассказать, какие у нас новиночки. Ну, туши, 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 туши. И что-то ведь было еще. А, бальзамчики детские для губ. Классные, кстати, классные. Вот прям все понравилось, но кошечка больше. Так, особенно больше нечего сказать. Смотрите, у нас две туши. Они две заявлены как объемные. Одна у нас с интересной силиконовой кисточкой, я вам уже показывала. Артикул 56764. И одна с фибровой кисточкой, такая обычная, классическая 55993. Так, я буду красить глаз одной. Один одной, другой другой. Мы сначала берем с вами туши с силиконовой кисточкой, которая 56764. Вот такая вот она интересная. Пучочки здесь такие. Сразу хочу сказать, она мне понравилась больше. Я уже видела по кисточке той туши, что как бы я такие не очень люблю, мне такое не зайдет. Но, опять же, сразу скажу, что туши обе великолепные. И они однозначно найдут своих обладательниц. У меня уже выполнен макияж, осталось только туши. Так, давайте пробовать. Я уже по несколько дней ношу и ту, и ту, чтобы сложилось мнение. А вдруг там она не раскрасилась, а вдруг еще что-то, чтобы сразу вам все эти нюансы рассказать. А также отпечатывается или не отпечатывается и так далее. Хочу тоже отметить, они не угольно-черные. Вот есть тушь, знаете, угольно-черная, а есть тушь просто черненькая такая, черненькая, легенькая. Вот они больше относятся к легеньким, именно по цвету. С одного слоя уже объемчик очень неплохой. Вот прям очень-очень, сейчас покажу вам поближе. Пользоваться мне ей удобно. Меня эта кисть совершенно не смущает. Мне очень удобно. Но тут опять кто к чему привык, да, и от глазок тоже зависит. И нижние реснички тоже сейчас в один слой пока прокрашу. И покажу вам, что получилось. С учетом того, что вот этот глаз у меня косячный, и здесь как будто вот как-то и ресницы покороче. Не знаю, я здесь взяла именно ту тушь, которая мне понравилась больше. Вот, смотрите. Один слой, вот без туши. Ну, то есть вполне себе неплохо, да. Прям вот вполне себе. Теперь берем другую тушь. Артикул 55993. Но я ни одной тушью не крашусь в один слой. Здесь уже кисточка вот такая, обычная, фибровая. Я такие кисти не очень люблю, потому что мне лично, мне вот с такими кисточками тяжело сделать вау-эффект, а я люблю именно его. И вот тут тоже как бы все неплохо. Мне даже кажется, что у них внутри содержимое одно и то же. Туши выдает прям много на кончике кисти и там, и там. Просто разные щеточки. Разные щеточки, а содержимое одно и то же. Но это у меня вот сложилось такое впечатление. Знаете, на что похож эта тушь? Главная роль ваша Оскара. Вот какая-то из них вот с такой же кисточкой, девчонки. Я давно уже их не брала, не вспомню. Она, по-моему, была в бельветовом мешочке раньше, если я не ошибаюсь. Может быть, она и сейчас в нем идет. Вот очень похож на нее. Достойная тушь. Тоже как бы все отлично. Видите? И объемчик есть. И длина такая, ничего. И разделение есть. Тоже очень неплохая. Прям вот очень неплохая. Красим второй слой. Берем снова тушь с силиконовой кисточкой. Вот видите, на кончике много выдают. Но мне, я как бы и люблю. Я прям реснички переношу сразу с кончика. И прочесываю. Со второго слоя уже удлинение получше. Потому что вот лично мне удлинение маловато. Но если у вас прям вот реснички жиденькие, и вам нужна именно густота, вам понравится однозначно. Она ослаивается. И одна, и вторая тушь просто великолепна. Никаких комочков. Я даже четыре, мне кажется, слоя пробовала делать. Никаких комочков. Никаких тебе там совсем склеенных ресниц. Как бы все зачетно. Все отличненько. Ни паучьих лапок, ничего. То есть вот она очень хорошо наслаивается. Так. Но ей, конечно, надо немножко подольше дать подсохнуть. Тогда будет эффект еще больше. Вот два слоя у нас с вами. Вот это тоже. Берем вторую. Что конкретно понравилось, что нет, я сейчас в конце обязательно расскажу. Теперь вторая. Но вот сильно разницы между ними по тому, как выглядят ресницы, я не замечаю. И та, и та их разделяет. И та, и та их немножко подкручивает. Наверное, вот это все-таки больше разделяет. Вот это разделяет их больше. То есть они такие более естественные. С ними вот сделать кукольные реснички с этой тушью, с ней практически не получится. Они какие-то более естественные. Вот кто любит, кому нужно просто так немножечко подкрасить, увеличить объемчик. Прям зайдет, понравится. Они более естественные. Тут практически нет склеивания. Здесь склеивание как-то побольше стоит тушью. Тоже видите, вроде и длина неплохая. Вроде. Но мне мало. Честно, мне длины мало. Мне хочется более кукольных ресничек. Вау-эффект. Вот этот глаз, у меня всегда реснички лежат ровно. Вот этот косячный. Поэтому на этот момент не смотрите. По сути, они в принципе одинаковые. Только вот разделение, наверное, вот у фибровой щеточки получше. Так, это один момент. Я буду третий слой делать, потому что мне мало. Я люблю реснички побольше. Так, еще один момент. У нас вот сейчас жара. Я прям стою здесь и обливаюсь потом, грубо говоря, в закрытой ванной. И она может отпечататься. Совсем чуть-чуть, не критично. То есть синяков под глазами у меня прям нет. Но бывает иногда, вот немножечко где-то отпечатывается. Совсем чуть-чуть. Вот прям единичные случаи были. Я уже вторую неделю эти туши ношу. Исключительно их тестирую. И вот были такие моменты. Вот третий слой. Третий слой, и мне все равно мало. Они как-то опадают, что ли. Вот я не могу понять, фиксируются, что ли плохо. Они вроде длинные. Вот когда я их крашу, я вижу, что они прям уже обалденные и объемные. То ли они у меня опадают. Плохая фиксация у этой туши, не пойму. И вот уже третий слой уже практически не наслаивается. Но тем не менее, видите, никаких комков, ничего нет. Хоть обслоись. И третий слой теперь это тоже. Так что вот момент отпечатывания имейте в виду. Что он есть, но легенький совсем. Совсем вот. Может быть у вас даже не будет. У меня вот в жару такое было. Так туши обе очень достойные. Прям вот сейчас цена на них будет хорошая. Рекомендую. Смотрите, даже вот тут вот мне как-то вот больше эффект нравится. Здесь приподнялись реснички. А тут куда-то завалились, да? Но это опять же, я говорю, у меня тут глаз косячный. Но вот эти реснички стоят. Вот я эту тушь сначала ругала, да? А сейчас она вот себя так показала. И такое возможно. Да, я делаю вот так тушь. Мне нравится. И пусть она быстрее высыхает. Я этот момент переживу. Сейчас я взяла фибровую кисточку. С этого глаза тушь, да? И хочу вот здесь продуглить. Уже не наслаивается. Уже не наслаивается. Нужно дать туши высохнуть. Она не моментально засыхает. Когда она подсохнет, минутки через 2-3 это где-то случится. Она подсохнет. Реснички высохнут. И можно будет наслоить еще. Вот в целом вот такой вот результат. Тут видите, я добавила вот этот глазик. Прям вообще зачетный. Туши хорошие. Туши достойные. Попробовать рекомендую. Но я больше брать не буду. Потому что с вот этой тушью они не сравнятся. So long. Не знаю артикул. Это вот недавняя новиночка, да? Здесь нет такого объема на ресницах. Честно вам скажу. Поэтому я иногда даже наносила сначала одну из этих тушей. А поверх клала вот эту. И у меня получался и объем, и длина. Мне больше нравятся мои реснички вот именно с вот этой тушью. Они длиннее. Они прям такие загнутые. Они приподнятые. Они хорошо фиксированы. Поэтому я ее люблю больше. Но опять, что кому нужно. Длина или объем. И второй момент. И третий, и четвертый, и пятый. Здесь сплошные плюсы. Она термостойкая. То есть она ни за что в жару у меня никогда не отпечатается. Это раз. Во-вторых, вот знаете, придете домой такие уставшие. И в душе водички просто мылись. Ну она смывается теплой водой. Все. И это тоже огромный плюс. И она термостойкая. Она вообще не отпечатывается. Именно вот эту тушь я возьму с собой на море. Поэтому мне она понравилась больше. Но эти две туши тоже очень достойные. В деле, в работе вам их все показала. Реснички вам показала. Никаких комков, ничего. Я говорю, отпечатывание, опять же, это оно не критичное. То есть она прям не течет. Хотя там у нас 30 градусов. Вот я стою сейчас даже в ванной, я вся мокрая. Она не отпечаталась. Это просто были единичные случаи. Вот тут чуть-чуть там дочечку увидела, где-то что-то отпечаталось. А так в целом все неплохо. Кто уже попробовал, пишите свои впечатления. Я могу поставить прям 4 и 7 из 5 вот им. Советую. То есть попробовать однозначно стоит. И прям конкретно какой-то не могу выделить. Видите, вот они обе такие вот хорошенькие. И гель достаточно густой. В них вот это вот тоже понравилось. Не сухие, не жидкие, как вода. То есть вот прям золотая серединка. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой у нас с вами обзорчик. Просили на туши. Просили, сделала. Кто попробовал, обязательно пишите свои отзывы. Всех люблю, целых. Всем пока-пока. И ссылочка для регистрации всегда под роликом. В Афоксисе можете найти его тут вот сбоку тоже. Продолжение следует.